Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет. Сегодня в выпуске. Афганская война глазами ветеранов. О чем нужно знать и помнить сегодня? Незаконное законное строительство. Как очередная новостройка попала в зону внимания прокуратуры? И руками трогать, кому и для чего нужна популярная наука. В воскресенье Россия уже в пятый раз отметит День памяти воинов-интернационалистов. Дата со смыслом. 26 лет назад, 15 февраля, завершился вывод советских войск из Уфганистана. Что мы должны знать и помнить об этой необъявленной войне. Мальчишки поколения 60-х. Они воспитывались на подвигах Великой Отечественной, зачитывались книгами про войну, играли в разведчиков и даже представить не могли, что когда-то сами станут примером для подростков и будут приходить в школы на уроки мужества. Вряд ли героизм на поле боя входил в их жизненные планы, но вот пришлось. Правда, тогда, в начале 80-х, большинство призывников-срочников узнало об афганской войне только перед отправкой в горячую точку. В первые годы даже сам факт и масштабы военного конфликта тщательно скрывались от советских граждан. А попадали туда, знаете, интересно, очень хорошо использовали психологию не очень опытных, очень молодых людей. Когда вот строй батальона учебного стоял, то опять-таки командир этого учебного батальона сообщал следующую информацию. «Товарищи солдаты, вам выпала высокая честь выполнять интернациональный долг в республике Афганистан. Трусы есть, выйти из строя». Ну, никто не выходил, соответственно. Так вот попадали в Афганистан. Ну, а дальше уже кто трус, кто нет. В общем-то, выяснял, что трусов действительно не было. Вокруг целесообразности ввода советских войск в Афганистан до сих пор идут непримиримые споры. Но сегодня, в канун Дня памяти, речь не о войне, а о войнах. Из их судеб сложилась судьба целого поколения. Сергей Кривощоков попал в Афганистан почти сразу после окончания военного училища. Командовал инженерно-саперным взводом. На его счету километры минных полей и тысячи спасенных жизней. Но у саперов, как известно, нет права на ошибку. Минное поле противопехотное. Шаг минирования 4,5 метра определили. 12 мин сняли, подорвали. Я решил перекурить на бугорок, сесть возле минного поля. И говорю, сержант, давай, ищи следующую. Я сижу, курю. Он ищет, щупом идет. Прошел метров 6-7. Я говорю, ну ты пропустил мину. Стой, я пойду за тобой начать. Сейчас сзади тебя встану и снова буду искать. А ты не шевелись, чтобы не подорваться. Беру щуп правую руку, сигаретом с щелчком выбрасываю. Левой. В сторону. Встаю, шагаю правой ногой и лечу в воздух, в глаза. Осколки земли, костей, мясо. Глаза потекли, их выбило. Лена, лица нету, руки израненные, ноги израненные, кости торчат из ноги. Ну вот, это означает, что подорвался. Была вынесена в шахматном порядке. Я возле нее сидел. Лина. Ранение глаз – профессиональная травма саперов. Последнее, что видел в своей жизни Андрей Грачев – пыльная земля Афганистана и неловкое движение молодого десантника, почему-то оказавшегося впереди саперного взвода. Очень боялся, помню, попасть в плен, потому что там, когда обломки дувал тебе на голову сыпятся, и ты не знаешь, где свои, где чужие. Ну, страшнее смерти плен в Афганистане, вы знаете. Без всякого пафоса говорю. Ну вот, товарищи, они вытащили. Потом, как выяснилось, они мне волокли по минному полю, зная совершенно точно, что там мины, живым травельщикам прошли, потому что надо очень быстро это делать. Дружба и боевое братство – это все, что есть у солдата на войне. А еще дома любимые, к которым нужно вернуться. Потому и говорят, что воевали не за какие-то абстрактные идеи, не ради малопонятного интернационального долга, а за Родину. По словам Андрея Грачева, его Родина его не подвела. А вот с чиновниками пришлось побороться. Вот вы спрашивали, что самое страшное. Самое страшное – то, что после госпиталя начиналось. Этих солдат вообще ни юридически, ни фактически не существовало тогда в стране. А кто возвращался, демобилизовался оттуда, он как-то… Да даже его не учитывали, как вот человека, мобилизовавшегося из действующей армии. Он как мог, так и выкарабкивался, так и выживал. Потом, конечно, стало немножко легче. И пришлось считаться и с потерями, и с тем, что нас все больше и больше, к сожалению, становилось. Нас даже, знаете, уравняли в правах с ветеранами Великой Отечественной войны. Войны совершенно, конечно, разные. Никакого равенства быть не может. Но я вот думал часто, что для солдат-то, в принципе, равенства никакой. Даже спустя четверть века Афганистан не отпускает. Вся жизнь с поправкой на эту войну. В прошлом году Андрей Мастерков со своими боевыми товарищами вновь отправился в страну, где пришлось пережить самые страшные годы своей жизни, чтобы почтить память погибших и посмотреть, много ли изменилось за эти годы. Ситуация там напряженная, военное положение, кругом патрули. И к европейцам отношение очень отрицательное. Когда узнавали, что с Россией, что русские, в общем-то, конечно, доброжелательные, улыбки на лицах, значит, были обычных афганцев. Оценивать присутствие наших войск и наших специалистов там, то очень много было сделано. Это и строительство микрорайонов, школ, я не знаю, гидроэлектростанций. То есть и экономическая была помощь Афганистану. Оценку вот этой войне государство оно до сих пор не дало. То есть, может быть, времени пришло. Но это наша история. И эту историю надо знать. Сегодня во многих школах созданы музеи, посвященные афганской войне. И у нынешних мальчишек есть возможность узнавать правду из первых рук. Она может быть жестокой и страшной, но это правда, которой противостоит множество спекуляций на этой сложной теме. Светлана Алексеевич написала там про цинковых мальчиков, что они наркоманы, пьяницы, покурят косяки, идут на операцию. Никакого такого не было. На операцию шли абсолютно трезвые. Все хотели выжить. Поднимись-ка в гору, высота 3,5 тысячи. Утром дана задача занять ее. Ты за полдня туда заходишь в жару 45 градусов, да ты сдохнешь, если косяк выкуришь наркоты. И поэтому, чтобы вот таких исторических искажений не было, чтобы молодому поколению через интернет, через какие-то другие источники не навязывали вот эту вот ложь, для этого и должны существовать такие музеи, должны существовать уроки мужества, чтобы мы, ветераны Афганистана, Чечни, там, участники Великой Отечественной войны, рассказывали правду. Даже вот если мы с вами откроем учебник истории, то, ну, максимум, что мы там можем найти, это один параграф. Ну, а что это дает? Вот. А вот благодаря музею, благодаря ветеранам, которые каждый год к нам приходят, мы узнаем что-то оттуда, какие-то факты. И, конечно, для нас ветераны – идеал мужества, идеал настоящего мужчины. Любовь к родине, как ее понимать? Где проходит граница между пафосными словами о патриотизме и реальными делами? Вопросы сложные. И 15 февраля – как раз та дата, когда есть повод задуматься над ответами. Как в 21 веке будем растить новых ломоносовых? Об этом сразу после рекламы. Заглянуть чуть дальше страниц школьного учебника, а заодно узнать, что представляет из себя отечественная наука сегодня. И все это в фестивальном формате. Видимо, так в 21 веке и будем растить новых ломоносовых. Любопытство не порог, а напротив достоинства. По большому счету, именно с него и начинаются серьезные научные карьеры. А популярная наука – отличный мостик, который связывает молодые пытливые умы и академическую премудрость. В свое время в нашей стране был всплеск интереса к научно-популярным изданиям. И после некоторого затишья, внимание к популярной науке снова пошло в гору. Постепенно набирает обороты и фестиваль «Российская наука». За 9 лет своего существования он выбрался за пределы МГУ и распространился по многим городам России. Целевая аудитория – любознательные люди всех возрастов. От мала до велика. В первую очередь это школьники и студенты. Таковых, конечно же, на фестиваль приходит большинство. Однако же фестиваль науки проходит под лозунгом «Наука 0+,», то бишь «Наука для всех». И фестиваль науки – это прежде всего интерактив. Все настроено на то, чтобы человек задавал вопросы, чтобы он включался в процесс. На московском фестивале гости могут запросто поболтать с нобелевскими лауреатами. В Самаре пока скромнее. Дверь в большую науку для посетителей приоткрывают студенты и молодые ученые. Но выходит зажигательно, в прямом смысле слова. 3D-принтер в действии, роботы, которые могут собрать кубик Рубика или просто танцевать. Смотреть во все глаза и даже аккуратно трогать можно и нужно. Как и коллекцию минералов, лишайников и еще десятки удивительных вещей, которых не встретить в будничной жизни. Дети, они воспринимают все через руки. Им надо пощупать, посмотреть, поиграть. Когда ребенку показывают не абстрактную картинку, а вот именно настоящую физическую науку, то, что движется, то, что можно потрогать, то, что можно применить, хотя бы даже в игре. Когда осматриваешь всю эту выставку, видно, что люди здесь неравнодушные, студенты достаточно активные ребята, болеют за свое дело. И, в общем-то, наверное, к своей специальности очень хорошо готовятся. Должны получиться грамотные специалисты, чего, я думаю, сейчас в стране очень не хватает. И здесь же уже собственные разработки тех самых молодых ученых. Головокружительная аппаратура для космических экспериментов, которую математическая кафедра Госуниверситета готовила вместе со специалистами Российской Академии Наук. В данной экспозиции представлена космическая аппаратура, которая у нас летала в космос в этом году на космическом аппарате «Фотон М-4». С помощью этой аппаратуры проводились 12 медико-биологических экспериментов в условиях космического полета. Здесь участвовали клетки животных и человека. Они исследовались в условиях космического полета, как они себя ведут. То есть для этого обеспечивалась температура определенная в каждом из блоков. И измерялись ряд параметров, которые нужны были нашим коллегам-медикам. И рядом вещи вполне земные. В прямом смысле слова. Для работы на земле, в сельском хозяйстве. Сеять хлеб и выращивать животных – это в современном мире тоже наука. Два проекта направлены на увеличение продуктивности животных. Для этого готовятся кормовые смеси и производится термовая обработка этих кормов с помощью экструдера. Для этого разработали дозатор-смеситель. Эта разработка принадлежит мне с моим научным руководителем. Уже опытный образец создан. Проводится его оптимизация конструктивных узлов. И в дальнейшем будем пытаться выпускать его в серийное производство. Жизнь не переставая подкидывает ученым новые задачи и поднимает планку. Не просто решить проблему, но сделать это проще, быстрее и дешевле. Одну из таких задач сумели разгадать молодые химики из СГАУ. Мы привезли сегодня новую разработку от Самарского государственного аэрокосмического университета. Это аналитический прибор нового поколения, который впереди планеты всей. Это прибор для определения качественного и количественного состава газовых и жидких средств. На данный момент приборы, которые представлены в этих отраслях, в 20 раз больше весят, в 200 раз больше потребляют электроэнергии. И в 75 раз более медленные, нежели чем наша разработка. Сертификация закончится и мы будем выходить на малую серию. Все узлы и блоки разработаны на базе СГАУ, поскольку непосредственно СГАУ обладает одной из самых лучших технологических баз не только в Самарской области и в России и вполне котируется в мире. Несколько секунд и состав газа из обычной зажигалки разложен на составляющие. Быстро и точно. То же самое можно сделать с воздухом, кровью или нефтепродуктами. Сфера применения от медицины до экологии. Впрочем, для того, чтобы прибор начал широко использоваться в деле, потребуется еще некоторое время. А вот с другой задачей, заставить молодые головы задуматься над тем, как же эта штука работает, он справляется уже сегодня. То тут, то там жители Самары продолжают сталкиваться с попытками точечной застройки города. И каждый раз строительные компании изобретают все новые схемы обхода запретов. Очередной конфликт сейчас разворачивается на улице Красноармейской. Ни информационного стенда, ни официальных разъяснений, ни уж тем более документов. Год назад, когда во дворе 118-го дома на улице Красноармейской появилась строительная техника, жителям пришлось изрядно потрудиться, чтобы выяснить, кто и с какой целью затеял здесь стройку. Как оказалось, земля была продана частному лицу под ИЖС – индивидуальное жилое строительство. Гражданка Мельникова Оксана Валерьевна, она когда выкупала этот участок, то в кадастровом паспорте написано, что да, это участок на отдельно стоящий жилой дом, на одну семью, 1-4 этажа. Поначалу информация выглядела вполне безобидно. На этом месте действительно раньше стояло два частных дома. И не было ничего удивительного, что новый владелец, выкупив землю, решил построить себе новый коттедж. Вскоре, правда, у соседей возникли сомнения – похожа ли столь масштабная стройка на индивидуальное жилое строительство. Полгода люди пытались найти и поговорить с хозяйкой участка. Безрезультатно. И только в июне месяце проходили общественные слушания с нарушениями, с подсчетом голосов два раза. И они выиграли с перевесом в один голос. В общем, так получилось. И там как раз было 10 этажей со встроенными нежилыми помещениями. Эти самые нежилые помещения, офисы, они выходят в наш двор, что нарушает градостроительный кодекс. То есть там вообще все с огромными нарушениями идет. Все нам говорят, что она имеет право, она собственник земли, пока не достроила до трех-четырех этажей, вроде того, ничего сделать не может. Такого еще не было. Под видом ИЖС начать коммерческую стройку – ход смелый, если не сказать наглый. До определенного момента у прокуратуры руки связаны. Индивидуальному дому даже разрешение на строительство не требуется. Строй себе и строй, во всяком случае, до четвертого этажа. На что рассчитывала хозяйка земли в дальнейшем неизвестно, но жители решили не дожидаться очередного хода и сразу после слушания обратились к председателю Самарской городской думы Александру Фетисову и депутату Госдумы Александру Хенштейну. На данном участке можно строить законом, позволяется индивидуальное жилищное строительство. Собственники иногда по-хамски заявляют жителям, а мы здесь дом ИЖС строим. Вот видите, вот такой ИЖС для одной семьи. Ну, возможно, такие богатые семьи есть, которые живут на подобном количестве квадратных метров. Но мы понимаем, что это самая настоящая манипуляция. Главное основное беспокойство людей – безопасность. Слишком близко здесь проходят грунтовые воды и крайне нестабильны карстовые породы. Не случайно же вся Красноармейская застроена малоэтажными домами на усиленных бутовых фундаментах. Кстати, уже сейчас, после переноса теплосетей и установки новой тепловой камеры, земля начала ползти. Естественно, жители боятся. У нас невозможно здесь строить высокие дома. Здесь у них, видимо, садится. Они машина за машиной, они таскали и землю, и глину, все засыпали. Видимо, усадка была. И вот буквально на днях я смотрю в окно, вот этот вот второй этаж, он ходит с палочкой мастер и меряет. Вот как ровно, неровно стену. То есть уже усадка идет. А когда весной будет все это растаять, что, дом этот рухнет? Второй вопрос – двор. Во что он превратится, если здесь откроют офисы, магазины или рестораны? Парковки не будет. Подземной парковки не будет, потому что очень близко грунтовые воды. Как нам сказали господа Мельниковы, это нереально. Где будут стоять эти машины, мы не знаем. У нас, вот видите, вот весь двор. После первой встречи депутаты вместе с жителями провели свое расследование и обнаружили еще один удивительный факт. Самарские риэлторы открыли продажу долевок именно в этом якобы частном доме. Есть информация, она есть и в интернете о продаже. Им предлагали по договору инвестирования стать участниками этого строительства. Что является самым настоящим преступлением. Сегодня здесь у нас присутствовали и руководители прокуратуры города, и района. Я думаю, что соответствующие меры будут приниматься и прокуратуры. На сегодняшний момент данный объект внесен в реестр самовольных объектов. И на сегодняшний момент департамент соответствующей службы города готовит данные для обращения в суд. Кроме этого, сейчас мы направим обращение в адрес нашего управления по надзору с долевым строительством, поскольку на объекте идет привлечение средств граждан. Это незаконно. Установлена серьезная административная ответственность, штрафы до миллиона рублей. И я убежден в том, что эта административная ответственность будет понесена застройщикам, незаконно реализующим квартиры. Здесь никакого долевого строительства нет и быть не может, поскольку объект самовольной постройки. На сбор доказательств и подачу документов в суд участники встречи отвели месяц. В начале марта жители вновь встретятся с депутатами, чтобы наметить следующие шаги. Как оно получится, мы, конечно, не знаем, но, тем не менее, вот настрой сегодняшнего собрания, сегодняшнего мероприятия нас вселяет надежду, что нас не оставят, не бросят, и что все-таки что-то сдвинется с места, потому что все-таки и Хинштейн, и Фетисов – это люди такие значимые в нашем городе. И я думаю, что у нас получится. На данный момент владельца участка строительства приостановила. И всем, кто раздумывает о покупке долевой недвижимости, стоит знать, что дом по адресу Красноармейская, 116, внесен в реестр самовольных объектов и не имеет пакета разрешительной документации. Структура профессиональной подготовки в России должна измениться. Слишком много специалистов с высшим образованием, слишком мало рабочих рук. Перекос огромный, и его нужно исправлять. Сегодня на федеральном уровне активно обсуждается идея сокращения финансирования государственных вузов и перераспределения бюджетных средств в пользу колледжей и техникумов. Если этот замысел будет реализован, то на рынке высшего образования останутся только сильнейшие. На днях губернатор Николай Меркушкин предложил Самарской научной общественности план объединения аэрокосмического, технического и государственного университетов. Что это даст? Во-первых, позволит создать крупнейший образовательный центр, способный побороться за право попадания в топ-14 лучших вузов страны и в мировую сотню. А следовательно и получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Конечно, наш аэрокос уже находится в этом престижном списке, однако здесь есть свои «но». Он самый маленький, не только узкий по профилю, он самый маленький по численности студентов, по преподательскому составу. Он еще из-за этого будет проигрывать, потому что сколько публикаций, упоминаемость и так далее, это чем, понятно, больше и мощнее, тем эти показатели пятнее или заметнее. Это как раз тот случай, когда не числом, а умением победить практически невозможно. Для поддержания статуса научно-исследовательского центра вуз должен соответствовать объективным показателям, и в одиночку СГАУ вряд ли сможет с этим справиться. К тому же аэрокосмический профиль — это слишком узкий сегмент. По идее, чтобы прочно закрепиться в списке ведущих вузов страны, нужно обеспечивать 60-70% кадровой потребности региона. Если идти по этому пути, попытаться, чтобы мы и дальше, через 5-7 лет, имели вуз, который вошел бы в 10-12 самых мощных вузов страны, ССГАУ у нас может не получиться. По замыслу губернатора, объединение вузов — это та структурная реформа, которая как раз-таки позволит сохранить Самарскую высшую школу, ее научные наработки и преподавательский состав. И если сегодня пустить все на самотек, если не реагировать на сигналы времени, то мы рискуем через несколько лет не досчитаться какого-нибудь вуза. Решения нет. Я еще раз хочу сказать. Ну, тем более, я приехал сюда не для того, что через колено кого-то ломает. Если мы осмыслим, поймем, что от этого никому плохо не будет. Нам ни в коем случае нельзя потерять бренды наши. ССГАУ сегодня знают, и за рубежом знают многие, и поступают из многих стран мира и регионов. Не потерять естественный бренд Самарского госуниверситета, и не потерять технический, то есть создать институты внутри университета, института. Понятно, могут быть кафедры одинаковые, чтобы это близкие кафедры. Кафедры близкие. Но надо иметь в виду, и обучать надо будет много студентов, и нагрузки будут большие, нагрузки будут большие. И там не исключается, что абсолютно все будут востребованы. Абсолютно все. Самарская профессура взяла тайм-аут на осмысление этих предложений и взвешивание всех про и контра. Главный вопрос – в каком формате будут уживаться классическое многопрофильное образование и специализированные технические вузы. Что касается названия или базы, база будет университетская. Я имею в виду, что структура – это будет университет, где в основе будут, в том числе, и прежде всего, фундаментальные науки, будет в том числе гуманитарный блок. Мы твердо были убеждены, что классическое образование, в каком виде оно, например, есть у нас в университете, с его традициями, с его громадным потенциалом, с его громадным авторитетом, как среди научной общественности, педагогической общественности Самары, России, да и всего мира, конечно же, оно не должно бесследно считать. Мы все взрослые люди, все прекрасно понимаются. И Николай Иванович особенно отметил это. Время неумолимо, и мы должны за ним успевать. Как раньше говорили, успевать или время тяжелым катком прокатиться по нашим спинам. Объединение вузов нельзя назвать самарским ноу-хау. Сейчас аналогичные процессы идут во многих регионах России. На принятие окончательного решения губернатор дал максимум три месяца. Ну а сам процесс объединения займет примерно полтора года. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова